Добрый вечер, дорогие участники и участницы нашей сегодняшней встречи, которая носит название «Язык вражды. Особенности и противодействия онлайн». Данная встреча организована общественной организацией директоров прав человека в рамках недели гражданского образования. И неделя гражданского образования, которая вот уже подходит к концу, и на самом деле это завершающее мероприятие в рамках сегодняшнего дня, который предлагает Украина. Каждый день недели был посвящен какой-то одной стране, ситуации с гражданским образованием в этой стране, восточного партнерства и России, а также каким-то лучшим практикам, которые существуют в этой стране, которые предлагали провайдеры гражданского образования. Вот День Украины забегает до конца, но это не грустно, потому что у нас здесь очень много видеозаписей сегодняшних событий, с которыми вы сможете ознакомиться, и я уверен, что и сегодняшняя встреча принесет вам удовольствие. Неделя гражданского образования организована консорциумом организаций экспертов, входящих в восточноевропейскую среду гражданского образования. Мероприятие недели проводится при поддержке Федерального агентства по гражданскому образованию и Министерства иностранных дел Германии. Наша сегодняшняя встреча носит такое достаточно серьезное название, посвящена серьезному явлению, языку вражды. Тем не менее, вечер. И мы хотели ее построить максимально неформально, для того, чтобы вам было удобно получить важную информацию, поэтому мы предлагаем всем желающим писать свои комментарии. Вы можете это делать, собственно, здесь в чате, также вы можете это делать в комментариях на странице Вектор Прав Людейны на нашем фейсбук-канале. Я буду за ними внимательно следить, что вот уже начал делать. И это будет такая беседа, собственно, меня, Назария Болярского, член направления Вектор Прав Человека. Я очень давно занимаюсь темой противодействия и предотвращения дискриминации. Язык вражды является одной из основных моих направлений в рамках этой темы. И, собственно, нашей тоже приглашенной еще одной экспертки. Это, собственно, сразу же хочу запинить. Это, собственно, Ольга Веснянки, которая тоже много лет, собственно, работает не только в сфере неформального образования и образования в сфере прав человека, но также является журналисткой, эксперткой в сфере медиа. И будем беседовать, разбираться, что такое язык вражды. Перед нами стоит, на самом деле, Ольга, с вами очень сложная задача, потому что говорим о странах посвященного партнерства и России, и ситуация, видимо, тоже везде разная. Будем об этом говорить, будем рады комментариям других участников и участниц. Но, Ольга, я хочу сейчас тоже вам дать слово чуть-чуть сказать о себе больше. И скажите, почему для вас эта тема важна, почему вы решили вечер воскресенья провести здесь с нами? Благодарю, Назарий. Слышно ли меня хорошо? Дайте знать. Спасибо. На самом деле, откровенно признаюсь, когда я соглашалась на это мероприятие, я не знала, что это будет вечер воскресенья. Но вместе с тем для меня очень как-то почетно принимать участие в качестве спикерки в такой крупной неделе международной, где участники и участницы из разных стран принимают участие. И достаточно активны, и обеспокоены о будущем и гражданского образования, некого такого просвещения, может быть, промоции толерантности в наших государствах. Особенно мне всегда интересно встретиться с коллегами из Молдовы, где на днях ратифицировали Стамбульскую конвенцию против домашнего насилия по отношению к женщинам и детям. С коллегами из Грузии, из Армении и из других стран. Поэтому буду рада, конечно, вашим комментариям. Итак, меня зовут Ольга Веснявка, я правозащитница, скажем так, активистка, деятельница, иногда называют экспертка по противодействию дискриминации, участница коалиции по противодействию дискриминации вместе с Назарием Таярским, и являюсь также консультанткой Совета Европы в некоторых проектах, связанных с противодействием языку вражды, связанных с поддержкой и усилением прав национальных меньшинств, в соответствии, как бы я этот термин применяю, только лишь в соответствии с международными нормами, в соответствии с европейской хартифой, на защите прав национальных меньшинств, включая чаромов, а также языков меньшинств, в частности, в Украине, ну и в других странах тоже, и часто участвую в проектах, связанных с медиатренерством, где работаю с коллегами, которые работают в медиа, мы говорим о гендерно-чувствительной журналистике, мы говорим о том, как этично, корректно в соответствии и с национальными, и с журналистскими стандартами, и как бы с неким таким уважением, и, скажем так, по-английски это «майной ретильный стриминг», с таким вниманием и таким ответом на потребности национальных сообществ, как освещать эти достаточно чувствительные темы в любой из наших стран, стран, в частности, участниц Совета Европы. Ольга, мы, собственно, обозначили тему, как язык вражды, и много раз употребили этот термин, но все-таки, я думаю, нужно тоже прояснить для себя, как мы понимаем, и как принято быть может понимать. Забегая наперед, скажу, что, конечно, каждая страна может иметь какие-то свои особенности, да, и подходы, в том числе, закрепленные в законодательстве, но как вы понимаете, и с какими подходами к пониманию мать либо поделиться. Спасибо, Назарий. Действительно могут отличаться понятия языка вражды, восприятие этого явления на национальном и международном уровне. Я бы апеллировала прежде всего, это, как основополагающий, считаю, очень важный документ для любых, скажем, структур в обществе. Это документ общеполитической рекомендации Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, номер 15, о борьбе с языком ненависти. И вот позволю себе зацитировать, что Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, известная в аббревиатуре на английском языке, как и Кри, говорит в преамбуле, собственно, к этой рекомендации, что напоминает, цитирую, однако, что свобода убеждений и их свободного выражения не является безоговорочным правом и что его осуществление не должно нарушать права других людей. И вот зацитирую, принимая во внимание, что применительно к этой рекомендации язык ненависти следует понимать как защиту, поощрение или подстрекательство в любой форме к унижению, к вражде или поношению, ну, тут интересное слово на русском языке, какого-либо лица или группы лиц, а также как любое проявление притеснений, оскорблений, создания негативных стереотипов, стигматизации или угроз в отношении такого лица или лиц и любое оправдание всех перечисленных форм выражения по признаку. Идет перечисление. Расы, есть сноска о том, что, собственно, рас как таковых не существует, но так как этот термин существует, то мы им и оперируем. Расы, происхождение, национальной или этнической принадлежности, возраста, инвалидности, языка, религии или убеждений, пола, гендера, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и других личных характеристик или статуса. Ну и немного далее в этом же документе, который легко можно найти по поиску в интернете, в этом документе от Европейской комиссии по привесной сиротизмам и нетерпимостью, говорится о том, что язык ненависти или язык вражды, как мы его называем, он может принимать разные формы. Это совершенно не обязательно только лишь, я уже говорю своими словами, только лишь высказывание в медиа, это совершенно не обязательно только лишь высказывание политиков, хотя это очень важный момент, скажу об этом позже немножко больше, публичных людей, публичных лиц, но это может принимать и формы формы трансляции некой символики, это может быть отображено как-то в искусстве, в музыкальной такой составляющей, в визуальной составляющей, то есть совершенно не обязательно понимать язык ненависти исключительно как высказывание, а тем более исключительно как высказывание в средствах массовой информации. Хотя, конечно же, очевидно, что средства массовой информации, к сожалению, или может быть к радости, играют очень важную роль в формировании, как бы восприятия тех или иных групп людей, людей, меньшинств в обществе. Кроме средств массовой информации, особенно в последнее время, чему и посвящена, я так понимаю, что и в сегодняшний день, вот эти дискуссии во время недели, это онлайн, то есть социальные сети, потому что часто, когда говорят об информационном пространстве, говорят не исключительно о публикациях или материалах средств массовой информации. Говорят, конечно же, также и о публикациях в социальных сетях, ведь можно увидеть, что подчас некоторые, скажем, аккаунты имеют гораздо больше информационного влияния и свою аудиторию, чем какое-нибудь некое официальное средство массовой информации, запрестированные таким образом. Спасибо, Ольга. Мы еще поговорим тоже в каких сферах и почему это важно, но я тогда тоже с моей стороны тоже позволю себе процитировать какой-то документ общий для пространства, для странств восточного партнерства России, за исключением, к сожалению, Беларуси, но тоже важный документ у Совета Европы, наверное, узнать, как Совет Европы понимает язык вражды, тоже есть рекомендация номер 9720, и там дается такое определение, как язык вражды – это любые высказывания, которые распространяют, подстрекают, пропагандируют или оправдывают расовую ненависть, ксенофобию, атесемитизм и другие формы вражды на основе нетерпимости, основанной на агрессивном национализме и этноцентризме, дискриминации и враждебности в отношении меньших с иммигрантов и людей с иммигрантским происхождением. И мне, что очень важно, чтобы тоже участники, участницы нашей дискуссии поняли, как бы запомнили и осознали, что то, о чем говорила ты, это объединяет, ну, определения разные, потому что разные органы, институции их дают, исходя к тому, кого они могут апеллировать, так как с юрисдикцией, кто-то входит в Совет Европы, кто-то не входит, кому-то Евросоюз, да, будет указом, кому-то не будет, поэтому разные могут быть объединения, но мне кажется, здесь очень важно, чтобы все, кто нас слушает сейчас, поняли, что как бы сам подход, на самом деле, один и тот же, что первое, это любое высказывание, и высказывание понимается в широком контексте, это не только словесное, то, о чем вы говорили, это может быть постер, изображение, предмет искусства, что угодно, то есть какой-то месседж, скорее, да, в разных его посланиях, в разных его формах, но второе, что мне кажется, здесь очень важно, что это основано по тому, что мы транслируем ненависть не только конкретному человеку, а к тому, что он принадлежит какой-то группе людей, да, то есть наше, наше послание ненависти относится не ко мне Назару как к плохому человеку, да, а ко мне Назару как и какая-то из моих идентичностей, например, как к украинцу, потому что кто-то думает, что все украинцы плохие, и поэтому Назар плохой, да, либо ко мне, как Назару, как там, какие-то любая другая моя идентичность, да, то есть это не просто личное оскорбление человека, это то, что мы оскорбляем человека из-за того, что у нее есть какой-то идентичность, которая не может изменить чаще всего, да, на основе национальности, либо то, что мы называем «расовой», в кавычках, но, с другой стороны, даже если это какую-то идентичность, которую человек выбрал сам, как религия, например, которая может с одной стороны давать человеку при рождении его родителями, либо собственно это может быть осознанным выбором человека. Поэтому, мне кажется, очень важны эти два пункта таких, согласно ли выгодно. Интересно, в отношении которых суды признали, что они имели место и героизации лиц, осужденных за совершение таких преступлений. Вот об этом аспекте не так часто вспоминают. Ну, наверное, говоря о противодействии онлайн, говоря о языке вражды онлайн, можно привести много, к сожалению, примеров в последнее время. Мне бы не хотелось их вот так вот транслировать через Фейсбук, но мы можем обсудить, как могут реагировать разные как бы структуры в обществе. Вот как ты считаешь, Назарий? Нужно, нужно обсудить. Я просто предлагаю сейчас чуть-чуть поговорить, что это такое, как проявляется, где. Я передействую, включаю микрофон, потому что я, если честно, болею, поэтому не обращайте внимания, такие прерывы на кашель. Я предлагаю сначала обсудить все-таки, где еще проявляется, как можно проявляться, а потом поговорим, действительно, как в онлайне мы можем реагировать. У меня даже есть подготовленные ссылочки для наших участников и участниц. Но, действительно, Ольга, я хотел бы спросить, вот, действительно, где может проявляться и, по вашему мнению, в каких сферах это более всего опасно, либо по отношению каких людей? На самом деле, есть определенная граница, после которой призывы, вот эти призывы, подстрекательства к унижению людей по какому-то признаку, который часто может быть и, скажем, уявным, придуманным. То есть, на самом деле, человек, когда не обладает этой характеристикой, много так вот считают, что так выглядит и обладает. И очень часто, то есть, в том случае, когда вот эти призывы переходят в, на самом деле, криминальное преступление, в физическое насилие, тогда это уже речь не идет о языке вражды. Речь идет, в таком случае, допустим, о преступлениях на почве ненависти, возможно, о дискриминации, возможно, о подстрекательстве к чинению погромов. Такой термин, к сожалению, имеет место быть, в общем-то, и до сих пор, если говорить об Украине, то никак не найдется справедливость по отношению, допустим, к погрому, по отношению к ромским семьям села Лощиновка в Одесской области, по отношению к нападению на ромских жителей, с русским, давно не говорила на русском, населенного пункта Альшаны в Харьковской области. И я думаю, что в других странах, к сожалению, такие примеры тоже можно вспомнить. И тогда это уже, конечно, не язык рожки. Хотя, к сожалению, очень часто национальное законодательство, хотя очень часто национальное законодательство, очень интересно, любопытно, как это в других странах, хорошо, если бы вы поделились нашим участникам, участницам, те, кто нас смотрят онлайн, написали в комментариях, возможно, позже. На национальном уровне есть еще как бы тянущиеся с советского времени в Криминальном кодексе, как в Украине, значит, предусмотрена статья 161 по поводу разжигания, так называемого разжигания межнациональной ненависти. Но дело в том, что статья, по факту ее предлагают применять, так как нет отдельного законодательства по отношению к преступлениям на починенности, предлагают применять к преступлениям, к преступлениям ее тоже не применяют. И остается дискуссионным тут факт, стоит ли криминально наказывать за язык межнациональности. Вот, или только это должно происходить во время, в отношении действительно криминальных преступлений, где происходит физическое насилие. Вот, то есть где может проявляться, ну, к сожалению, онлайн, в социальных сетях, может проявляться в СБУ-группах, в Инстаграме, в стримах, в высказываниях мэров, в высказываниях глав областных администраций или других представителей местного уровня власти, публичных людей, возможно, селебритис, телеведущих, но, к сожалению, такое бывает, такой язык вражды и ненависти, к сожалению, тоже как бы не ограничивается вот лишь какими-то вот очень плохими людьми, знаете, к сожалению, вот там бытовая ксенофобия, которая очень часто встречается практически в любом обществе, если она выходит в публичное пространство, это, возможно, аккаунт в социальной сети, и тогда становится, конечно же, языком ненависти, языком вражды, им является. Также язык вражды может быть в сообщениях от правоохранительных органов, если речь идет о так называемом этническом профайлинге, когда, скажем, совершенно необоснованно указывается только лишь определенное этническое происхождение, только лишь определенных подозреваемых, то есть вот исключительно вот этих, или гражданских, скажем, исключительно этих людей. В сообщениях в прессе разного рода, ну, то есть и телепрограммы, радиопрограммы, онлайн, и в печатной прессе, к сожалению, также может встречаться, и в этом смысле хорошо, что когда есть такие саморегулирующие институции, скажем, в Украине, это комиссия по журналистской этике, ведь кодекс этики украинского журналиста, статья 15, гласит, что никто не может быть дискриминирован как бы в материале по отношению к таким как признакам. И очень хорошо это казалось бы, ну, подумаешь, что это, ну, что-то они вынесли, ведь ни на кого и наказали, никто не заплатили штрафы, подумаешь, это уж не такой сильный инструмент. Ну, знаете, когда авторитетные медийники, медийщицы принимают решения, они обсуждают, там очень часто есть большие дебаты, серьезные, и апеллируют действительно журналистским стандартам. Это достаточно влиятельные в медиасфере люди, главные редактора или очень опытные люди, которые имеют такой моральный авторитет в обществе, это публикуется везде. Вы знаете, это, скажем так, общественное осуждение, это тоже то, к чему призывает и Европейская комиссия против расизма и нетерпимости. И кроме того, призывает, как бы, делать такое осуждение, если это говорит кто-то, особенно, облеченный властью на местном уровне, к примеру. Может быть, это чиновник, или чиновница, и, казалось бы, ну, подумаешь, где-то там в интервью что-то сказали, какую-то шутку употребили, но также, ну, сейчас Назарь мне напишет, что я усложняю, но все-таки нас смотрят люди, которые, возможно, в этой сфере тоже работают, и которые работают в сфере образования, и для всех стран это применимо, потому что, кстати, для всех стран континента Европы, почти, по-моему, действует Европейский суд по правам человека, и он также апеллирует к такому документу, как, шести компонентный, так называемый рабацкий тест ООН по определению воздействия языка ненависти. И вот в этом, это были эксперты, экспертки ООН, которые собрались, они разбираются в этой тематике и приняли вот такой вот тест из шести пунктов, на что нужно смотреть, насколько большое, что вы подскажите мне, пожалуйста, насколько большие трудности появились в связи, проблема появилась в связи с высказываниями, с трансляцией языка ненависти. И среди прочего, сейчас я вот закончу об этом тесте, среди прочего говорится, что нужно смотреть, если это публичный человек, на его позицию общества. То есть, если это чиновник-чиновница или там мэр, например, это все-таки человек, пользующийся таким авторитетом и уважением. Если такой человек транслирует язык ненависти, негативные обобщения, вот от этих людей COVID, а вот эти еще что-нибудь, а эти не работают, то, соответственно, многие, кто поддерживает эту политику, допустим, или чиновника-чиновницу, тоже могут поддерживать такие высказывания. Поэтому особенно важно создать вот такие высказывания. И в этом контексте хорошо в каждой стране обращаться, если звучат такие высказывания, за оценкой, вот просто за оценкой к амбудсманам, к офисам уполномученных по правам человека или как эти институты называются в вашей стране, но в любой стране это амбудсманы. Или амбудсмены, как раньше, да, как принято говорить. Назарий. Спасибо, Ольга. Я хочу много всего дополнить, но попробую тогда сделать это как-то постепенно. Во-первых, хочу очень благодарить за этот, как бы, аспект, который вы принесли с языка вражды, как и за высказывания, которые часто, вот когда я веду беседы с людьми, первое, когда я веду беседы с языком вражды, с чем очень часто сталкиваются, то, что люди не понимают, почему это плохо, да, и вот эта связь между языком вражды и геноцидом, есть такая пирамида ненависти, ее в свое время разработали, которая, уверяющийся, начинается с неких стереотипов, потом переходит на действия, которые мы основываем на своих стереотипах, потом к дискриминации, потом к насилию, ну и заканчивается геноцидом в результате. Потому что наши высказывания ненависти, ну, не наши с вами, да, но наши в социуме, да, людей менее образованных, либо те, которые хуже понимают, почему это плохо пока, эти высказывания в результате создают негативный образ вокруг какой-то группы, к ней плохо относятся, ну и хотят ограничить в правах, соответственно, потом высадь страны, не предоставить, а ограничить в каком-то праве и тому подобное. Это переходит в более значимые абсолютно действия. И спасибо вам за вот эти вот примеры такие публичные, которые очень важны, потому что действительно публичные люди, лидеры мнений, они влияют на настроение других массово. И в этом контексте я бы хотел тоже сейчас акцентировать внимание на таком бытовом уровне и том, что на самом деле высказывания каждого человека среди наших друзей, среди нашей семьи, коллег, тоже имеют очень большое значение. И один из таких вот проявлений языка вражды, который очень часто встречается, на самом деле, мало на него обращают внимание, это на самом деле всякие анекдоты и шуточки тоже, да, потому что они очень часто могут в своем как бы в основе шутки, как кажется, авторам, иметь как раз предупредительное отношение к какой-то стереотипу, к какой-то социальной группе. И часто вот в Украине существуют юмористические шоу, и часто вот их тоже обвиняют в том, что они в своем юморе, да, используют какие-то стереотипы, и это язык вражды. И там не хочу приводить примеры, чтобы это не перерошло в, знаете, как список того, чего не надо называть слух, да, но думаю, что вы можете догадаться о чем-то речь. И я тоже как бы призываю обратить внимание на такие очень маленькие вещи вокруг себя, вот даже те анекдоты, которые мы рассказываем, почему смеемся, почему мы называем там анекдоты про разных представителей наций, да, и как они в одной и той же самой ситуации себя по-разному ведут, да, что в основе этого. Действительно, люди по-разному себя ведут из-за того, что они имеют какую-то национальность, да, в чем шутка юмора, например. Ну и другие примеры. И еще одна такая среда, которая я хотел бы тоже обратить внимание, потому что она касается каждого и каждую. Это школа, это сфера образования, и нашу запись смотрят, и сейчас присутствуют многие люди, которые, собственно, представляют систему образования, среднюю школу, высшую школу. Это тоже та сфера, где очень часто проявляется язык вражды. У меня несколько есть высших образований, но одно из них было в профильном юридическом вузе страны, и то я помню несколько случаев, когда мне рассказывали, что нужно, там, не знаю, ей лишать прав, что женщинам не нужно идти в аспирантуру и тому подобное. Это какие-то очень классические стереотипы транслировать от преподавателей, да, там, будущим юристам и юристам. И это такая большая проблема, которую тоже нужно обращать с точки зрения лексики и того, что мы ней транслируем. Одно из исследований про Украину, меня в свое время очень потрясло, это 2020 год, проводят «Точка опоры», украинская организация, они опрашивают подростков, которые учатся в школах и идентифицируют себя как представители и представительницы ЛГБТ из сообщества, то есть ей, листпиянки, бисексуально-трезидентные люди. И вот про масштабы. Согласно их опросу, 70% почти учеников, которые принадлежат ЛГБТ-сообществу и учатся в школах, слышали в школьной среде гомофобные высказывания. Там дальше есть более еще пугающие вещи, например, то, что почти 30% детей избегают того, чтобы ходить в туалет в школе, потому что боятся проявления гомофобии. И это опять же о том, как атмосфера может влиять и о важности языка вражды. И последнее, Ольга, вы начали говорить чуть-чуть о ответственности. И сейчас я предлагаю на этом сфокусироваться, потому что у нас есть еще минут 15, и я надеюсь, что будут вопросы. Пожалуйста, пишите их в наш чат. У нас очень разные страны, о которых мы говорим, восточное партнерство. И я бы предложил так разделить, как вы с этим согласны, либо нет, дополнить тем, что очень условно может быть ответственность юридическая в этих странах. Она может быть предусмотрена законодательством какая-то ответственность. Вот в Украине, например, за буллинг есть юридическая ответственность сейчас в школе, в образовательной среде, и проявления языка вражды могут попадать под административную ответственность буллинга в том числе. Интересно, да. Поскольку создается негативное отношение к ребенку, может быть, как вариант. Ну и другие, можно придумать примеры. То есть юридическая какая-то ответственность. Есть страны, где это уголовная ответственность даже. Второе, это может быть какая-то такая ответственность, которая связана с, я бы сказал, профессиональная, наверное, либо вот этическая. Давайте подберем лучше слово. Вот это то, о чем вы говорили как раз в контексте того, в контексте деятельности комиссии журналистской этики в Украине, да, когда само сообщество как-то осуждает. Ну, например, вы привели пример с медиа, где если какой-то журналист или журналистка написали материал с использованием языка вражды, то журналистское сообщество его осуждает, да, и объясняет, в чем ошибка, почему так нельзя делать. Ну, осуждают не в плохом контексте, да, в объяснении, почему это плохо, да, и как можно исправиться. Ну, где другие примеры, например, это политические партии, да, я договорил, и сейчас так, политические партии, где в странах такой я знаю, в Украине таких примеров я не знаю на самом деле, но когда, например, политик делает какое-то высказывание, а политики, как мы знаем, пользуются чуть-чуть шире пониманием свободы слова, то их партия, например, от которых они выдвигались, осуждает, может собрать мандат у них самостоятельно или какие-то другие вещи привезти, либо потом этот политик сам складывает в себя полномочия. Вот страны Западной Европы как раз, но таких примеров мы знаем. Ой, а вы хотели добавить, потом еще третий скажу. Да, хотела сказать, что очевидно, что если язык вражды является как бы составляющей преступления на почве ненависти, если речь идет как в Альшанах о том, что язык вражды становится свидетельством мотивации обвиняемых в нападении, в том случае в убийстве ромского лидера села Альшаны, то в таком случае это уже не просто язык вражды, это уже действительно нужно смотреть на мотивацию о рожигании международной розни, так как это обычно в постсоветских странах и звучит в криминальном законодательстве, в кодексе. Да, вот такой пример хотела привести, но о саморегуляции вы хорошо сказали, я думаю, что это особенно тоже важно для политиков, потому что среди избирателей есть люди, собственно, с теми разными характеристиками в наших поликультурных обществах, которые и голосуют, которых и может оскорблять определенное обобщение, и кроме такой этической ответственности, все-таки приведу пример, это очень сильное было решение Европейского суда по правам человека в этом 2021 году, в феврале, если не ошибаюсь, по ходу политиков Болгарии. Этот политик Болгарии высказывался долгое время, это не одно высказание, он просто транслировал такие взгляды против русских общин и против еврейских общин, скажем, то есть антисемитские и ромофобные, я не люблю термин античексизм за его природу, поэтому вот ромофобные высказывания и очень интересное решение при Нью-Йорке в эсказе по правам человека, я действительно, скажем, наказал Болгарию, что Болгария должна будет выплатить тем, кто судились, это граждане Болгарии, ромского и еврейского происхождения, назовем так. Так вот, суд решил, что комментируя таким образом жизнь общин, этот политик, используя свое положение в обществе, он сделал интервенцию, я просто не знаю, как втрубился на русском, сейчас не могу вспомнить, в прайвеси, в приватную жизнь, в частную жизнь людей. Это очень интересная такая мысль, то есть все-таки не только этическая, знаете, ответственность за это бывает, но когда вы скажете третье, я потом скажу от визненьки. Начал первое, это с юридической ответственности, вот, но она не стала, возможно, поскольку, да, язык враждающийся, это про баланс свободы выражения мнений и против запрета дискриминации, и суд тоже в каждом случае это решает. Третье, как раз про Facebook, я бы сказал, что это такая корпоративная, с точки зрения, ну, корпоративно-коммерческая, когда какие-то большие корпорации, вот Facebook будет очень хорошим, мне кажется, здесь примером, в контексте нашей встречи сегодня, сами решают для себя, да, для члена своего сообщества, либо пользователей своих услуг, ну, если это фирма, то работников, какие могут быть правила с точки зрения языка вражды, в том числе, как может человек, там, привлекаться к ответственности той или иной разжигатель ненависти. Ну, и на этом мы сейчас концентрируемся, поэтому скажу еще четвертое, что четвертое, это какое-то общественное осуждение, и это то, чем часто там делают неправительственные организации тоже, например, от Коалиции по предельству дискриминации в Украине, которую Ольга упоминала, и мы являемся ее экспертами-эксперткой, я какой-то период ее был со-координатором, мы в свое время делали конкурс «Дискриминатор года», и в рамках него была отдельная номинация «Язык мой, враг мой», где мы мониторили напряжение года высказывания различных людей с языком вражды, ну, чаще всего публичных людей, да, и поскольку вот этой такой политической ответственности в Украине, к сожалению, пока сейчас еще нету, да, то мы, собственно, сами вручали им такие антинаграды как дискриминатора года, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, да, к их высказываниям объясняли, что неправильно их высказывали, да, то есть пробовали создать общественное осуждение явления, либо это, например, те же комментарии по статусам в Фейсбуке, это когда просто люди, которые понимают, чем проблема, пишут человеку ответ. И я бы тогда сейчас, еще у нас есть 10 минуточек, предложил бы сконцентрироваться именно об аспекте онлайн, и мне кажется, здесь я могу упомянуть сразу же о том, что как раз в мае 2016 года Европейская комиссия совместно с самыми большими интернет-компаниями в сфере социальных медиа, это YouTube, Microsoft, Twitter и Facebook приняли подписать так называемый Кодекс поведения по противодействию незаконному высказываниям ненависти. И именно с тех пор, это самым хорошим симбиозом коллабораций Европейского Союза как международной организации и больших бизнесов, которые осознают проблему, и, собственно, с тех пор в социальных сетях началась активная борьба с языком вражды. Как, Ольга, вы считаете, эффективно там происходит, неэффективно, и как вы видите возможности в социальных сетях бороться с языком вражды? Я? Да, спасибо, очень актуальный вопрос. На самом деле, буквально вчера, вот когда вы говорили о шутках, разных высказываний, таких бытовых, казалось бы, буквально вчера я впервые сделала такую вещь, что удалила комментарий шуточный, показываю сейчас кавычки, шуточный комментарий одного из своих знакомых, земляков, скажем так, антисемитского характера. Почему удалила? Потому что недавно Фейсбук объявил о том, и я очень поддерживаю, я в виде, я давно очень поддерживаю, за то, что есть ответственность, скажем, модератора контента, вот скажем, мой аккаунт, я модератор своего контента. То есть, кто мне пишет, что пишет, что люди мне читают, точно так же, и медиа, там, редакция ответственна за то, что пишут в комментариях. Ну, в том смысле, модерируйте, я давно призываю модерировать комментарии. Вот, если уже я просто на свою нишу, когда захожу на медиа, потому что я много лет проработала медиа, являюсь медиатренер, приклюю эту тему, я, например, вспомню, что около двух лет назад, если не ошибаюсь, Аль Джазир объявила, что не будет позволять размещать комментарии под статьями в нашу эпоху радикализации, расизма, и вот этого всего, этой всей поляризации. Так вот, да, Фейсбук это объявил, пока что, ну, как это будет выглядеть? Я думаю, что это будет выглядеть так, что будут делать предупреждение, отключать, если у вас достаточно часто в вашем контенте, независимо от того, в вашем ли контенте или в комментариях, будет появляться язык вражды. конечно, очень много, и я бы сказала, очень часто встречается, ну, как бы, можно сказать, что это ошибка, что это ошибка в реакции, в реакции Фейсбука, когда ты жалуешься, жалуешься, тебе пишут, да, мы ничего там не нашли, но я настоятельно призываю жаловаться и дальше. Почему? Потому что даже можно обжаловать решение, и недавно были, тоже несколько месяцев назад такие представляли фейсы по поводу языка вражды в Фейсбуке, когда, для этого рада, когда определенный орган, надзирательный совет, который надзирает за тем, какие решения признаются в Фейсбуке, рассмотрел, рассмотрел такие апелляции на решение Фейсбука и объяснил, почему, кто то или иное решил, что ты пересмотрел. Короче говоря, я за то, что видите контент, который оскорбляет кого-то по определенному признаку, нажмите кнопочку, пожалуйтесь, вам не сложно, если у вас комментарий написали раньше, я поступала так, что старалась что-то разъяснить, прояснить, но я считаю, что если уже это совсем грубая какая-то шутка, ну что ты там будешь прояснять, я думаю, что просто стоит удалить. Если, конечно, это ваши знакомые, которые просто ни к чему не призывают и не подстрекают, а демонстрируют ссылки, и тогда можно пообщаться. Ну какой бы я хотела отличный пример ввести, просто потрясающий, очень вдохновляющий, это я за то, чтобы был слышен голос самих, скажем, групп, активистов тех, активистов тех групп, по поводу которых транслируется язык враждающих, чтобы никто за них решали, что там, что корректно, что некорректно. И очень хороший текст, хочу на английском названии высказать, вот сейчас продолжается до 23-го года, я так смотрю, на часы еще два года будет работать. Значит, это ромские активисты, они, по-моему, совместно с Гуглом это делают. Называется P.Education Counter Anti-Jipsist Online Hate Speech как раз P.E.K.A.O., если бы сказать так по-русски, это адбревиатура, то есть образование равных равному по поводу противодействия языку враждах онлайн, и это в нескольких странах до 23-го года в Украине 8 активистов и активисток ромских, которые научились распознавать язык враждах по определенным критериям, прошли определенное обучение, которое активно реагирует, делает мониторинг практически то, что должно возможно делать это и государство. Но так усиливают свой голос, уже есть кроме комиссии по журналистской этике есть еще инициативы, куда можно обратиться с жалобой, ну конечно есть офисы полномоченные по правам человека. В общем почему меня это вдохновляет? Потому что как-то как-то раньше, ну я почему смеюсь, потому что раньше мне все время в яичку трясывали вот эти все неприятные высказывания, но я считаю, что это важно, когда сама ромская инициатива, сама ромская организация, которая имеет свой взгляд на разные вещи, на политики по отношению к роману, видит и реагирует и тогда с голосом будет считаться, потому что пока твой голос нигде не звучит, он будут дальше шутить, осуждать и негативно стереотипизировать. Я в общем призываю всех то есть не молчать, призываю всех жаловаться туда, куда можно, можно обычный конкурсионок, можно фейсбук, можно видео, твиттер очень хорошо, что следит туда за этим, возможно и самостоятельно, быть активными, промотировать толерантность и посредством и участия в таких мероприятиях, возможно внедряя такие, скажем, образы, вот если у нас в аудитории есть преподаватели, преподавательницы, когда проводят свои мероприятия, можно цитировать вот не только там Черчилля, скажем, не только Эйнштейна, можно там цитировать Малалу, Джамалу, то есть я имею в виду немножечко так разнообразить в общем тот контент образовательный, который мы подаем, чтобы было больше голосов в том числе женщин из разных сообществ и многие люди были услышаны, приняты и мы друг к другу все относились к уважению. Большое спасибо, Ольга. Я пока не могу не добавить, что тот случай это была недобрая вода Фейсбука, привлекать к ответственности собственников страниц, под поставки которых вражды. Это было решение Европейского Суда по правам человека, который как раз рассматривал границу ответственности и он указал, что если это был, насколько я помню, политик, как раз, да, политик местный, он сделал достаточно нетайный пост, но без явного признака языка вражды, но он способствовал тому, что язык вражды разгорелся ненависти в комментариях и как раз действительно СУ сказал, что в этом отношении количество людей, там очень большое было количество людей, которые читают, что человек должен ответственно относиться к своим социальным сетям, поскольку они фактически выполняют функции медиа, и значит он несет ответственность, и если есть функция удалить, то это нужно было сделать, иначе он способствует распространению языка вражды в этом отношении. И я выслал ссылки в чат, специально вот сидел, обновлял, вы можете их все сохранить как на пусте, это как раз самые популярные на Твиттере, Инстаграм, Ютуб и Фейсбук, ссылки на справочные материалы, где детально описывают в каждой социальной сети, как они понимают язык вражды, там есть небольшие отличия, например, Фейсбук, он определяет три уровня языка вражды, и когда вы жалуетесь на него, соответственно, сотрудники уже градируют и думают, ну, как нужно действовать. Я полностью разделяю, это такое будет хорошее завершение, сейчас уже пора заканчивать. Призывайте, мне кажется, что самое важное в языке вражды и его противодействия быть неравнодушным или неравнодушной. Очень легко прочитать какой-то негативный комментарий, а очень часто эти комментарии с языком вражды, их даже не все нужно читать, их можно по диагоналию видеть, по ключевым словам, которые обижают. То есть, очень часто мы можем скроллить даже, и все равно наш глаз поймет, что это язык вражды, потом можно прочитать. Но очень важно быть неравнодушным, неравнодушной, а все-таки заставить себя остановиться, прочитать, и теперь, когда вы уже понимаете, что такое язык вражды, идентифицировать это и пожаловать в службу. Вероятность того, что если вы пожалуете, его удалят, какая-то есть. А вероятность того, что его не удалят, если вы не пожалуетесь, ну, соответственно, наливает. Поэтому точно лучше что-то делать. И в этом отношении, например, очень часто еще работает такая штука, что если жаловаться один человек, тоже социальные сети могут не сходить, удалять, даже если это действительно яркий какой-то язык вражды, но это объясняется просто усилиями технической поддержки, часто они могут не знать какой-то национальный контекст, особенности языка и других каких-то вещей. Но это уже, конечно, их оправдывает, хотя здесь с оправданием нет места. Но что всегда работает в этом отношении, это такие акции, когда, и это часто используют НПО, например, в Украине, но не только в Украине, когда мы находим какой-то комментарий и призываем не только не сами жалуемся только, но и призываем других пожаловаться, потому что если приходит 50 жалоб на один комментарий, то тогда уже соответственно техническая поддержка понимает, что они чего-то недопоняли, потому что не может такое количество людей оскорблять какое-то высказывание безосновательного. Потому что такая форма достаточно на самом деле не ресурсно затрактного, но очень важного активизма, потому что фактически вам не нужно тратить какие-то деньги, очень много времени, а просто нужно раз разобраться, ссылкам есть инструкции, куда клацнуть, и вы можете делать много хороших дел, практически не тратя на это очень много силы и энергии. Вот, и еще одна хорошая вещь, это то, что часто происходит на самом деле компании, тоже, которые посвящены противодействию языку вражды в онлайне, одна из самых больших компаний, мы с Ольгой как консультанткой и консультантом проекта Совета Европы в этой сфере не можем называться, промолчать, это No Hate Speech Moment, Нет языку вражды, это вот компания, которая была основана Советом Европы уже пару лет назад, но до сих пор актуальна, и она как раз борется с языком вражды онлайн и в том числе предлагает проводить всякие тоже не ресурсозатратные, но очень важные инициативы, это могут быть виртуальные флешмобы, это могут быть физические какие-то акции тоже, но мне кажется самым важным это бороться с равнодушием и с непониманием проблем в этой сфере. Время заканчивать, Ольга, какие-то тоже последние комментарии, и если кто-то еще не успел задать вопрос, то мы очень рады, пожалуйста, либо поднимите в ритуальную руку, либо напишите в чат. Спасибо, я думаю, что мы будем только сильнее вместе, если мы разделяем одни и те же ценности, уважение к разнообразию этого мира и этого общества, то есть если хочешь, чтобы тебя уважали, уважали других, соответственно, думаю, что будем работать дальше вместе, и я с интересом прочитаю также ваши комментарии после того, как эта запись будет существовать в Фейсбуке, и буду рада дальнейшему общению, я думаю, что я отмечена в публикациях вектор правилитой, мой аккаунт, он повеснявка, то есть работаем дальше, но не хейт, не хейт, спрейт, как это, спрейт, пиз, не хейт. Большое спасибо, я не вижу каких-то новых вопросов, поэтому предлагаю заканчивать, я очень благодарен всем за участие в этой встрече, за то, что вы вечер воскресенья провели с нами здесь, прям с нами вместе в комнатке, либо смотря трансляции в Фейсбуке, передаем теплый привет тем, кто будет смотреть видеозапись, тоже такая очень незатратная, но полезная форма активизма, вы можете распространить данную видеозапись встречи, и еще там какие-то сотни тысяч людей узнают важную информацию, мы будем за это очень благодарны. Большое спасибо Ольге, напомню, что с нами была Ольга Веснянка, журналистка, медиаэкспертка, и данная встреча была организована общественной организацией электрокартов человека в рамках недели гражданского образования ИНСИ, мероприятие недели проводится при поддержке Федерального агентства по гражданскому образованию и Министерства иностранных дел Германии, большое спасибо всем, кто был с нами на протяжении этой недели, и до новых встреч на новых мероприятиях в другие дни. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok